Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Про Цветок. В этом видео с вами я, Пашкевич Анна. И я раскрываю основные причины, по которым у томатов, у плодоножки неравномерная краска. Она может быть желтая, светлая, белая. И когда мы разрезаем томат, внутри практически половина плода может быть белоокрашенного цвета, белая мякость. Наверняка каждый из вас хотя бы раз в жизни видел такую картину, когда томат внешне симпатичный, красивый, равномерно окрашенный, но у плодоножки заметное изменение цвета. Оно, как правило, желтое, может быть такое светло-зеленое, либо даже такое более светло-белое. Более профессиональные агрономы говорят, что у томата желтые плечики. И существует несколько причин, как минимум шесть, по которым такое явление наблюдается на плодах томатов. Самая первая причина, наверное, самая безобидная, это неправильная формировка томатов. Когда мы чрезмерно удаляем листовые поверхности, удаляем листья, как правило, это середина лета, солнечная активность максимальная, и идет нагревание плода томата с верхней части, с нижней части не такая температура в самом плоде. И происходит неравномерное возревание, неравномерное окрашивание плодов. Это первая причина. Вторая причина температурного характера. Как правило, когда у нас снижается температура, почву в частности до 13-15 градусов, то корневое питание у растений замедляется или вовсе приостанавливается. Поэтому растения начинают испытывать недостаток каких-либо элементов питания, в частности калия и кальция, и тогда также наблюдается такая картина. Как правило, эта причина приводит к такого рода томатам уже к концу лета. Третья причина, это когда мы чрезмерно поливаем томаты или не доливаем томаты. Это все также воздействует в качестве стресса на наши растения, которые впоследствии формируют такие неравномерно окрашенные плоды. И также как недолив и перелив, мы знаем из более ранних видео, он блокирует всасывание корнями кальция, который растворен в почве. У нас наступает кальциевое голодание. Мало того, что желтоокрашенный плод у плодоножки, так еще и у нас происходит такое явление, как вершинная гниль томатов. Помним, что с этим можно и нужно бороться с использованием кальция-содержащих препаратов, например, костная мука, и вести обработку по листу. Очень часто распространенной причиной такого внешнего вида томатов в тепличных комбинатах является переизбыток азота. В частности, минерального азота, который накапливается в растениях и впоследствии откладывается в плодах. И если мы разрежем такие плоды, то мы, скорее всего, увидим значительную часть плода. Она имеет белоокрашенную такую вот мякоть, этот плод имеет. Конечно, как бы ответственно мы не кормили наши томаты, но к моменту массового созревания плодов азотные подкормки необходимо уже исключать, чтобы не наблюдалась такая картина. Следующая причина – это генетические особенности некоторых сортов. Как правило, даже по большей части гибридов. В моем случае это гибрид пазана. Когда у нас сначала у основания плодоножки цвет в фазу молочной спелости по-прежнему зеленый, затем он постепенно ожелтеет, и к моменту полного созревания плода окраска исчезает, и плод принимает равномерную такую вот окраску, характерную для его гибридных особенностей. Также генетические причины лежат в основе неравномерного окрашивания плодов у томатов, которые характеризуются лёжкостью, которые относятся к числу зимних сортов или гибридов. Поэтому, когда мы приобретаем семена, обязательно читаем информацию, которая нам доводится производителям семян, о том, какого направления использования будут наши томаты. Будут они лёжкие, зимние или они будут салатные. Также помимо лёжких и зимних сортов, есть специальные сорта, которые создаются для консервации. Для тех целей, чтобы при термической обработке они не растрескивались. Поэтому, как лёжкие, так зимние, так и сорта и гибрида для консервации будут характеризоваться такой толстой кожицей, толстой стенкой. И, как правило, они будут неравномерно созревать. И у них это будет всё происходить постепенно. Вплоть до января месяца будут растянуты у них процессы созревания. И последняя, шестая причина, по которой у нас наблюдается неравномерная окраска томатов, жёлтые плечики и белая сердцевина, это, к сожалению, вирусное заболевание, которое называется столбур. Как правило, легко это даже определить визуально. Когда мы заходим в теплицу, мы видим растения с листьями, которые расположены кверху. Мы начинаем трогать эти листья, они такие очень жёсткие. Мы начинаем трогать плоды, они также жёсткие. Это заболевание невозможно спутать ни с каким другим вирусным заболеванием. И даже те томаты, которые повреждены этим вирусным заболеванием, вы попробуете употребить, то дальше пробы у вас дело не пойдёт, потому что они несъедобны. Они будут такие очень плотные, прям деревянные будут томаты. Что мы делаем, когда мы видим столбур, проявление столбура у себя в теплице? Мы, без сожаления, не лечим томат, а его удаляем, чтобы сократить вероятность перенесения этого вируса на другие соседние растения. Надеюсь, из этого короткого видео вы узнали об основных шести причинах, по которым у плодоножки томатов жёлтый или светлый цвет и белая, как правило, белая сердцевина. Оставайтесь на канале, подписывайтесь, ставьте лайки. Всего вам доброго и до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!